Я закрылю магазин, а где тележка? Я хочу на улице, на своботу! 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 Зачем насилие применяете? Ты что делаешь? Ты мне больно делаешь? Мы полицию ждем, а мы... Да мы подождем на улице и успокойтесь. Саня, не применяй ко мне насилие, Саня! Насилие такое ненасилие. Ай, зачем ко мне относиться? Стой, стой, давай решим. Да что решать-то? Офигеть! Колься, что это незаконное решение свободы. А, ну, все пойдем, Павлик пойдем на свободу! С чистой совестью! Давай, давай. Тяните его! Да мы на свободу всего лишь хотим! Да мы на свободу всего лишь хотим! Ребят! да не надо меня трогать! Подписывайся на канал, говорите... Подписывайся на канал! Зачем блогеров обижал? Говори что подписался на канал! Подписывайся на канал! Ставьте лайки, колокольчики... Это у нас большая Переславская улица, дом 11. Вова, вот хайпует, тут хайпует. Вкус вилл. Я был в одном микроскопическом, хотя это, похоже, маленький, Переславская, большая, дом 11. Ну, сейчас проверим, прямо с открытой камерами зайдем, как у них по маркировке, как у них по просрочке натуральной. Запускаем тяжелую артиллерию. Всем стоять, работает Ютуб. Биг Павлик на охоте. В общем, товар такой странный. Первый 04-03, это, кажется, час число месяца, а года вообще нет. Ну и вообще, во вкусе мил, вилл, вернее, такая фигня на своем товаре повсеместно, даже он ярлычочек и тоже. Также 02-05-03. А год? Где год? О май год. О май год, нету год. Ну, это мы, наверное, потребительски съедим и потом попросим, год предоставить или не предоставят, мы не заплатим. Пирожное в УПИ ПАЕ в обкусе вилл. Первый 04-03. Но это оказалось не год, это время, написано не час, другие были час, например, время, число, месяц. А где год, я прошу прощения? В каком году это сделано? Кроме того, здесь есть такая, наверное, в товаре, собственно, производство, я не знаю, ВСА. Вернем деньги, если у вас не устроили вкус или качество продукта, без чека. Мы и сегодня это проверим. А также у нас есть корзиночка, где такого товара полно, можно все наклонить. И это все мы будем есть, есть, есть. Ну, потом узнаем. Если кому-то не понравится, значит, не будем больше. Я пойду пока. Что, сколько там? Апанули на рубль. Тебя кинули на рубль? Сейчас, подождите. Владимир, ты... На рубль это кинуть в меня. Вову кинули на рубль в прямом эфире. Ребята, лайкосик поставьте. Вместо рубля будут лайки. Ссылки. Сейчас ссылки в описании, кто хочет разместить мне этот поразительный ущерб. Просто невероятно. Вообще просто, ну так, на рубль обсчитать на ровном месте. А если бы я купил два пирожных, два рубля минус? Ну, вот что. Я понимаю, одна старушка 10 копеек. 2,20. 3,25. Вова глаза разбегаются просто, куда смотри. Да, просто... Ну, хоть давайте по вкусу попробуем. А, вот. Снимаем. Да. Ценник неправильный был, да? Сейчас будем проверять. А с рублем что делать? В общем, товар, говорят, если не понравится, вкус или качество, то деньги вернут. А тебе что не понравится конкретно? Я не знаю, я еще не пробовал. Да, мы подготовились, мы сразу наготовились, и что? Ну, вы знаете, что делать, да? Пауканы, потому что рвутся быстро. Ну, а вернусь сейчас, потому что мне вкус не понравился. Я, как у всех заявляют, ожидал больше, тем более на рубль дороже. Я это не перестану повторять. За 69, может быть, еще нормально. Я-то за 69 пытался, что бежать будет. Но за 70, вкус или нет, за 70 точно не хватает. 0,1, 0,4, 0,3, чтобы это значило. Третий год, 2003 год? Час, число, месяц. Отец просрочки, это да. Ты знаешь, что тебя называют отцом просрочки? Я-то знаю. Вот, и, во-первых, вернем деньги, если у вас неустраивался вкус или качество продукта. Ну, качество нас уже не устраивает, потому что... Ну, и деньги возвращать, правда, не зашло. Потому что маркировка с нарушением. Нет даты. Ну, даты это что? Это год, в том числе. То есть здесь... Никакой даты. Ну, даты нет, это число, месяц, год. Да, что-то совсем странно. Я боюсь, да. Может, третий год, правда, третий год? Не надо. Понятно. Стар, ладно. Понятно. Хлеб? Да, понюхай. Не надо есть. Да, лежала хлебка. Она должна быть удобная вообще. Не щукает. Не, я еще не. Я тебе советую ее проводить. Ну, я это не буду есть. Ее мне уже не понравилось. Не знаю, как понравилось. Не, правда, жесть какая-то. Что-то у меня сомнения все по поводу... По поводу того, что я уже съел. Клер ванильный. Насколько он ванильный, интересно. Сейчас узнаем. Они все-таки легко открываются, их можно прям подменить. Да. Если не боишься, конечно. Проходите. Мероприятие просто. Да, да. Вам можно что-нибудь подсказать? Нет. Угостить эклером. Так, что можно? Да, да. Можно. Только половинка есть. Мы на... Ой, а можешь чуть-чуть, ну, а можете как бы просто на ваш вкус? На свежую, просто понюхать. Нет, пока. Как будто, я знаю, они как будто уже сразу сухие. Да, как-то странно, да? Да. Кромовая баба классная. Ну, сейчас попробуем. А, вот и. Спасибо. Спасибо. Мы запаслись на всякий случай, если что-то за нас не переживаете. Такой вроде неплохой. Но именно сам крем, не знаю почему человек, но как-то он меня настораживает. То есть не нравится вкус или качество? Да, именно вот вкус крема. Что-то не нравится. Прошлогодний. Или какой там? Третий на вкус? Третьего года. Третьего года. Поэтому я не буду. Третьего какого еще? Две тысячи или девятьсот? Да. Две девятьсот третьего. Или просто третьего. На первых третий год. Еще Христос жив был. Еще Христос жив был. Почему 30 лет жить? Ну, это кто верит, конечно. Добрый день. Здравствуйте. Только прошу меня не снимать. Мы так не можем. Я хотела снимать кругу и по последнему вопросу. А вы имеете право так ходить, неоплаченный товар разламывать? Вы к нам претензии имеете? Я вам говорю, вы меня обманули, а вы ко мне претензии предъявляете? Я вас не обманывала ничем. Ну, я вот купил у вас продукт по ценнику, который, во-первых, не соответствует, на кассе оказалось больше, во-вторых... Я не буду с вами, я не буду. Ну, подождите, куда же вы? Обращаться за советом. У меня к вам совет хочу. У меня к вам совет хочу. Ну, пойдем тогда, да и все. Мы вам добра желали, понимаете? Куда вы ушли-то? А где? Да. Вы не бойтесь, мы же в целях обучения персонала проводим сегодня бесплатные курсы по маркировке товара. Да, все. Давайте. Покажите мне разрешение на съемку. А вот оно, мое разрешение. Вот усы, лапки и хвостик сзади. Вы не имеете права меня сейчас снимать. Вы увольтесь тогда, я не знаю, что... А, увольтесь? А вот это, кстати, вот сотрудника, посмотрите, население сотрудника нашего. Возьмите. Почитайте. Это мне ничего не дает. Ну, так вы же спросите. А, еще что-то и нужно дать. Да, вообще-то есть. Ну, все написано. Ну, ладно, давайте. Раз, раз, не хотите с нами общаться, мы тогда просто... Ну, деньги вернем за товар, мне качество не понравилось, вкус не понравилось. Вообще меня обманули. Ну, там же написано, смотрите. Вернем деньги, если вас не устроили вкус или качество продукта без чека. Ну, вернем. А, ну, я вот и все. Раз уж так... Спасибо, я поняла. Попейте все. Я не имею права делать. Позра скажет, что дает. Сейчас подойдет все делать. Ну, как странно. То есть, деньги вам платить. Что тебе верну? Ну, вы же сказали, сейчас все. Вопрос. Вопрос на засыпку. Он такой нетерпеливый, вы знаете. Ненасытный. А это к вам, да, получается, с этим? Мы вернем вам деньги. А, ну, хорошо, да. Мы же с доброй душой и с чистыми нами... Если вы хотите оформить возврат. Ну, да. Да, я могу сказать. Это у нас без проблем. Я первый раз, на самом деле, так вот испытываю систему вашу. Там не столь важно. Приважно. Там скидка будет или не стоит? Путин, добры, фамилия и инициалы. Зачем? Путин. Ну, я должна же заполнить. Я попрошу меня не рассекреть. Ну, раз они сказали, то, ну, Путин бы, да. Путин. Нет, я не буду. Почему? Это вы издеваетесь? Почему? А с чего вы знаете, что не Путин? Все. Нет, если вы ненавидите эту фамилию, я... Нет, почему? Я очень уважительно отношусь. А я нет. И номер телефона, пожалуйста. А... Я... Придумывайте какой-нибудь. Я, к сожалению, не владею. У меня нет, видите? У меня нет. Тогда нельзя позволить. У меня только исходящая линия. Там я беру трубку и мне сразу отвечает. Я не знаю, что я делаю. Хорошо. Карп покупателя у вас нет, да? Нет, нет. Я у вас первый раз вообще. Зашел проверить и... Я сам хожу лично иногда и инспектирую свою страну. Золотой цвет человек. Владимир. А что думает? О России, да? О вкусе все думаю. А потом о виллах. Хорошо. А те продукты, которые... А это я вообще... Отношений пока не имею к нашему нынешнему процессу. Ну, давайте мы... Мы должны их оплачивать. Давайте мы с одним разберемся. Правонарушения в вашем. Среди сотрудники Дикси. Какое вы имеете право? Да, да. Мы секретные сотрудники Дикси. Я пятерка. Я пятерка. Вы ведете себя очень некорректно. Ну как? Мы не ругаемся матом, не курим, не бьем посуду. Как некорректно. Что? Так мы их оплатим, если они на ближайшем качестве. Все оплачено. Президент все оплатил. Я карточку оплатил. Я возвращаю вам наличные, потому что этот товар не возвращается на полку. Этот товар уже утилизируется. Правда, ребята, просто... Ну, вам дышит. Все не на карту возвращаются. Если вы просто передумали брать товар, и товар возвращается обратно на полку. А так как его... Ну, там же написано вкусно, но не понравилось. Правда? Да. Протензии к этому нет? К этому нет. Хорошо, а какие есть? Какие товары, которые тележки. Давайте поговорим. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Ну, почему вы? Давайте я как тележки, лично я, или вы, это как толпа? Вы, это ваша толпа. Моя толпа, нет, я один. Арда, золотая. Вот давайте... Не ваша золотая. Давайте. Дело в том, что... Для нас золотая рада. В соответствии со статьей СИИ, Федерального закона защиты прав потребителей и пункта 12 правой торговли, мы хотели получить полную информацию об этом товаре. Вот когда вам было готово? Три часа ночи, пятого числа третьего месяца. Какого? У нас указывается дата. Какого? Какого? Этого года. Это не тот товар, который... Этого третьего. Мне кажется, в том году мы его увидели. Не в том году вы увидели. Я видел лично. Это скоро получишься товар, поэтому указывается час, время. Светлана Викторовна, вы знакомы с техническим регламентом таможенного совета? Знакома. Вот скажите, пожалуйста, что там... Спасибо, снимайте. Что там еще должно быть, кроме вот часа? Я снимаю крошки. Кстати, ребят, пользуясь случаем, прошу вас всех подписаться на мой канал. Зовут меня Борис Иванов. Найдете в Ютьюбе этот контент, думаю, понравится для подписывайтесь, ставьте лайки. Извините, а вы с какой целью все работаете? Обучающий. А вы кого обучаете? Персонал. Персонал чего? Чего? Магазин. Вы сейчас пришли обучать персонал? Да. А вы чему обучаете персонал? Да. Законом и правилом торгового. Вот эти сотрудники, прекрасные сотрудники. Я хочу... Я здесь живу рядом. А мы что-то все плохо ведем? И наступаю за этих... Мы ругаемся, Род. Вы не ругайтесь, вы здесь товар портите продукты. Не портим, это обучение. Что? По обучению. Вы можете обучать свою жену, ребенка. Люди, если они здесь на работе, их уже обучили. Я понял. Другие люди. Ну, плохо обучили, на самом деле. Потому что регламент они не соблюдают. Ваше мнение, ваше мнение, пускай у нас остается приватной. Я потребитель. Выразите, выразите это в книге отзывов и предложений как благодарность. Обязательно будем. Возьмите книжку, выразите. Думаю, сделаю. Продолжать. Да. Видите, как мы корректно, даже на провокаторах не реагируем. Чего? Не реагируйте. Чего? На чем мы остановились? Вы решили меня учить работать. Учите, я вас слушаю. Зачем учить? Ну, вы сказали, пришли сюда учить персонала. Вы согласны со мной, что... Вы согласны со мной, что... Нет, я с вами не согласна. Почему? Я с вами не согласна, потому что этот товар скоропортись, и он не может годами. И у нас есть правила, у нас есть договоренность с производителем. Я не знаю права, что договоренность. Есть технический регламент, по которому мы должны прикрывать товар. Вы пришли в магазин. Вы мне представились. Ну, это не к нам, наверное, это Цезарь. Это к вам, ребят. Это к нам? Может, к вам? Все, ребята. Не уйдете, ребята. Уходи, уходи. Беги. Беги. Молодые люди. Это вот как раз те люди, которые не божили от наших магазинов. Они не оплатили товар. Задержите их. Мы вас за него уходим. Зачем эти товары? Что за него? Кто? Кто? Задержите их, пожалуйста. Ребят, остановитесь. Куда? Уже. Гражданин, вы кто? Зачем не хватает этих гражданин? Гражданин. Гражданин. Гражданин? 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 Да, да, да. Ребята, остановитесь. Куда вы уходите? У вас товар не оплачивают. Мы не уходим. Мы тут. Нет, вы уходите. Мы его оплатим, если он у нас заряжает качество. Вы не оплатим, не отчимай. Что за журячки? Да, да, да. Полицию. Исходите. Если вы считаете, что мы что-то нарушили, то можете вызвать полицию. Да, да, да. Ограничивайте мою свободу. Гражданин. Гражданин, не мешайте. Вы не оплатили. Гражданин, вы что взяли? А где у него вообще товар-то? Гражданин, вы на улице, на свободу. Свобода. Свобода. Дайте вы тут. Дайте вы. Мне больно. Вы зачем насилие применяете? Ты что делаешь? Ты мне больно? Ты мне больно? Ты кто? Я за тебя спрашиваю. А ты кто? Ты кто? Сань, ты что на ты-то? Они все поели и не оплатили. Сань, Сань, ты что, издеваетесь? Вы как будто вы оплачиваете за вас? На вы. Он тоже на ты. Ой, а может охранник? Подожди, ты охранишь? Удостоверение есть? Блин, мне больно, кстати, сделать. Удостоверение есть с собой? Я не обязан. Не обязан? А, все хорошо. А, нельзя, нельзя выйти. Вас, к сожалению, закрыли. Царек в касты не разрешает. Выпустите нас, свободу, людям, покупателям. Честно. Сейчас расскажу. На улице сейчас. Да мы не собираемся убегать. Мы убежали. Мне больно нового. Мы выйдем на улицу и вам расскажем. Нам просто свободы. Мне больно нового. На улице еще вы убежали. Нет, зачем? Мы не убежим. Саня, веришь мне? Саня, слово пацана, Саня. Саня, нет, он на него убегает. Давайте мы пройдем, да. Откройте двери-то. Дайте свободу. Можно свободу? Да, мы опаздываем. Мы опаздываем. Он сейчас сказал, что вы никуда не пойдете, а сейчас ты уже... Нет, мы никуда не пойдем. Мы выйдем на улицу просто... Сейчас, Саня, дай я выйти. Понимаете? Не понял, он сейчас сказал, что вы никуда не пойдете, а сейчас ты уже... Нет, мы никуда не пойдем. Мы выйдем на улицу просто... Сейчас, Саня, дай я выйти. Понимаете? Ну, он сказал, что самопознает. Нет, это не... Открыть. Открыть. Скажите, охранник или нет вы хотя бы, а? Открыть, если люди пройдут? Люди? А мы что, не люди, что ли? Тут очередь просто на выход. Откройте дверь. Все так хорошо шло. Обучение происходило... Люди сейчас пройдут здесь. Мы полицию ждем. Да мы подождем на улице и успокойтесь. Саня, не применяй ко мне насилие, Саня. Он насилие такое, я не насилие... Ой, а зачем ко мне насилие?! Стой, стой, стой! Да че решать-то?! Законное решение свободы! Меня нужно платим угол на руку. Всё, Павлики, пойдем. На свободу с чистой совестью! Давай, давай. Тяните его, Даня! Да мы на свободу всего лишь хотим! Что это незаконное решение свободы? Оба! На свободу! С чистой совестью! Тяните его обратно! Да мы на свободу всего лишь хотим! Ребят, да не надо меня трогать! Да не держите меня! Да не надо меня трогать! Они убегутся сейчас! Убежали! Да даже не убежали! Негодяи, убежали! Наконец-то! Вы пранкер! Вы в курсе, что сейчас вы препятствовали свободное передвижение граждан? Александр Владимирович! Вы зачем ее повелите? У вас превышение служебных полномочий! Вы слышите меня? Я как здесь смотрю! Вот, я там вижу все! Вы в курсе, что вы сейчас незаконно решали свободу граждан? Зачем вы? Да, Комяк, привет! Мы не украли! Мы не украли! Туда и сюда! Вы накинулись на меня! Я бы ничего не кралил! Вы пошли на заправку! Мы тунеядцы! Мы тунеядцы! Мы едим бесплатно еду! Вот, надо смотреть! Я вижу все! Почему вы нас не знаете? Сейчас? Не буду, а то хуже сейчас! Конечно! Вы уже сделали хуже! Зачем вы? Зачем вы повелись? Неизвестно кого! Сказали, что я что-то украл! Неизвестно! Ну, это неизвестно! Вы документы проверили у человека? Нет! Накинулись на меня! Я говорю, ничего не крал! Мы сейчас будем просто обучающие ролики! Смотрите! Ну, смотрите! Если вы настоящий охранник, да? Призвольте? Нет! Если вы смотрите не только Лев против, а еще и полезное видео, типа наше, да? Наше! То, например, закон о частной охранной деятельности, сначала я могу сказать, вы послушайте уж! Там 12.1, пятый пункт, предъявляет удовлетворение вы обязаны к гражданам в том числе! Это первое! Второе! Ну, перед применением силы, применяли силы, вы обязаны предупредить! Вы о чем мне предупредили? Ничего никогда не думаете! Вот! Ну, ну! Почему? Ну, вы понимаете! Мы же с вами вежливые, добрые! Так что вы... Если вы сейчас убежали, потом мы не допустим! А вы ничего не можете? Вы скажете, а я сделал все, что мог! Ну, это да! То есть, или вы скажете, я их там поймал, держал... Вы вот это все опишите, что вы делали? В рапорте? В рапорте? В рапорте? Ну, там чего вы подаете-то? Объяснительный, я не знаю! Нет, мы ничего не поднимем! Ну, то есть, вы... Ну, вы же не будете это писать, я надеюсь? Писать, нет! Для себя-то я, в смысле, так-то я рад был бы! Вы же не напишите! Я держал неизвестного мне человека, который ничего не совершил противоправного, применял к нему насилие, не выпускал, лишал свободы! Вы объясните, а что с самого начала? Что случилось? Да мы сейчас поговорим, сейчас все объясним! Ну, если послушать, конечно! Значит, мы уже объясняли, к вам прямой эфир идет! Да! Как я сказал, что... У них нарушается... Какие-то не галочки... У них нарушается... А правда полицию вызвали хотя бы? Да, ну... У них маркировка нарушена, это во-первых... Меня реально просто обманули, продали товар по другой цене! Знаешь, кого сейчас напоминаем еще? Или забыл, как его зовут? Чё-то на кафе, или только Валент, или как? Ну, есть такой! Который хоть по магазинам снимает, конечно! Ну, он все понимает, он... Объяснил ситуацию? Ну, он и так почти понял уже! Мы просто приходим во многие магазины, и далеко не везде ведут себя так! Вот напротив пятерочки вот! Вот там пятерочки только что были! Перед нами извинились, принесли извинения и все... Вызову кто? Вот нам! В чем тут хулиганство? Я не знаю, сейчас узнаем от вас! Нет! Скажите, пожалуйста, когда человек... Вызывали? А? Кого? Чей? Кусил! Кусил! А зачем вызывали? Не говорил вам? Ну, не пояснял! А вам что? А вы с Мещанского отдела, да? Марковник Игорь Александрович, еще у вас начальник? Да! Понятно! Здесь Серфулиев! Да? Серфулиев замок, да? Да? Я не знаю! Ну и два! Хулиганер! Мы говорим, что хулиганер! Да мы просто знакомимся с вами! Не волнуйся! А вот человек ушел как раз, который хотел спросить про хулиганство, ну ладно! В общем-то, кто вызывал-то? Давайте разберемся! Ну да! Пойдемте вместе с вами тогда уж посмотрим! Надеюсь, нас не будут бить! Нормальный магазин! А где наш товар? Мне тоже казалось, что нормальный магазин! А что? Слава Богу, я ежедневно сюда прихожу! И, знаете, ни разу не ошиблась! Понятно! Ну и что тогда? И что, девочка культурная дежда и обслуживание? Мне не понравилось, например! А вас дверью били? Вас дверью били когда? Что-что? Дверью били вас? А меня били в университете, у меня вот эта женщина дверью. В полицию кто вызывал? Я вызывала! А! Ну вот! Заявительная! Здравствуйте! Здравствуйте! Да! Я могу вам что-то сказать! Молодые люди пришли в магазин! Не подошли! Не представились! Ничего! Стали ходить по магазину! Может просмотреть! Документы показали! Товар брать с витрины! То в том углу, то там! Открывают упаковки! Идят! Открывали упаковки? Конечно! Открывали! Мы проверяли органолептические свойства товара! А потом они говорят, что... А нас не устраивает! Мы подумаем, что сделать с этим товаром! Вы выходите товар, пожалуйста! Я вынесу сейчас товар! Ну да! Зачем? Что? Органолептические свойства проверяют! Сейчас мы вам все объясним! Мы, на самом деле, тут достаточно вверх не общались! А потом приехали ГБР и она начала выкрывать дверь! Какой? Какой имя? Товар надлежащего качества, скажите! Товар надлежащего качества, да! Если товар надлежащего качества, мы можем его купить! Пожалуйста! Но мы считаем, что он не надлежащего качества! Я вам уже объяснил кучу! Ну я... Ладно! Давайте сейчас... Объясните, да! Нам независимый человек... Ну хлебушка берем! Ну вот хлебушка, да! Вот хлеб, да! Что мы с вами здесь видим? Ну, подсказывай, ладно! Вот смотри! 02-05-03! Вот что там! Срок! Срок это... Вот если продавать такие товары, то на срок можно... Смотрите! 02-05-03! Тут написано час, число и месяц! Вот! Ну и там все указано! Вот! Дело в том, что у нас есть такой документ, как технический региональный таможенный совет! И в соответствии с ним маркироваться изделия должны быть по-другому! И должен быть указан еще и год! Вот допустим тут... Володенька есть, да? Вот он, мне кажется, этот хлеб видел еще в том году! Подтверждаю, да! Да! Было дело! Прошло годнее! Часть товара... Все нормально! Везде год указан, вот только вот на... Ну на некоторые позиции почему-то не указан! На некоторых позициях почему-то не указан! По лицу тут причем! По лицу тут причем! Мы к вам не обращались! Да! Мы не обращались! Мы обратились! Мы обратились! Только администратору! Мы снизились! Мы снизились! Присутствие полиции! Присутствие полиции! Потому что, ребята, товар нарушили им по клубу! Что мне сейчас делать с этим товаром? Они... Списывать он все равно не должен бежать на прилавку! Почему? Ребята, ну надо начинать с Роспотребнадзора! Надо начинать с нашего руководства! Мы просто реализаторы! Мы знаем, как работает Роспотребнадзор! Приходят, вы даете ему денег и он уходит! Мы не даем никому деньги! Ребята! Мы не даем никому деньги! Чтобы полицейского не отвлекать! Смотрите! Дело в том, что вы нас удерживали! Лихали свободу! Причем не только нас, а и других покупателей! Вот, нанесли возможно мне побои! Просто смотрите! Если вы сейчас извините, то мы не будем на вас за заявление! Хорошо! Я приношу свои глубочайшие извинения! Но что мне делать с этим товаром? Списывайте! Так все, да? Полиция? Я не знаю! Я так понимаю... Я вызвала группу быстрого реагирования! Группа быстрого реагирования! Они сказали, вызывайте полицию! Это он мне сказал, вызывайте полицию! Где этот товарищ? Просто он не имеет полномочий то, что хотели сделать с нами вы! Вы сказали, никого не выпускать! Держи их! Хватай! Почему вы когда пришли в магазин, вы не подошли ко мне? Мы к вам подошли! Вы от нас убежали! Нет! Вы уже на тот момент уже распробовали весь товар! Вы кто там, кто там! Но вы не подошли ко мне, ребята! Вашу группу быстрого! Вы на всем обращали! Да нет! По возрасту? Вы не подошли сразу ко мне и не сказали! По возрасту он сам станет! Вы пришли к вам вот с этой целью! Вот объясните, почему у вас нет этого! Понятно! Игорь Александрович сказал, что Доран не приезжал! Вот у вас не самостоятельно! А Владимир Владимирович? Ну, меня, в принципе, уже я представил, являлся, если что да! ВВ! ВВ Путин! 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 Ну все, мы, наверное, в конфликт решили, нам претензий здесь нет, мы пойдем в магнит! А теперь мы поймем в магнит! Я честно признаюсь, в магнит! Что мы конкурентов устраняем магнит! Если мы уберем магнит, то вкусвилл, короче, это самое, захватит его! Все! Вкусвилл все, ну что, в магнит? В магнит! есть нам претензии на самом деле все спасибо вам если он есть все а мы а мы с вами следуем магнит магнит устрем так не показаться устрем так не кстати устрем ничего нету что бесправный саш ну чё так не нехорошо попадешь 20.16 во первых штрафа во вторых без лицензии останешься зачем тяну на а вот есть же убыстрение чем давайте до 21 года все все хорошо есть я вижу кстати вы его часто показываете по внешнему виду часто вот а что нам это чай показывать некогда было да она развод на работу на разводах вас разводят там полиция к вам уже вообще-то заходите мы из магнита но ты не просто нельзя пропустить просто просрочно поищем не все там там внутри товар полка даже не стали все сэкономить а там нет года на некоторых одна в реально прям просрочно очень некачественный товар ну что ребята такого вкус вилл у нас был вообще на самом деле все начиналось хорошо потом все началось как-то не так а потом вообще какая-то дичь его началась и закончилось все небольшой потасовкой и приездом полиции гбр тут вообще всех так типа подняли вот опять мещанский отдел тут сотрудники приезжали да привет морковнику игорю александрю сюда рука почти уже не болит вот так что все я думаю хорошо ну ладно еще подписывайтесь на канал поставьте этому видео лайк нажмите на колокольчик подписывайся на наш инстаграм и телеграм-канал а также группу вконтакте все ссылки в описании всем всем удачи всем пока